сегодня продолжаем работать с чесноком обрезаю оборотку можно секатором можно ножницами острыми и укорачиваю по несколько штучек его связывать друзья всем привет с вами наталья на моем канале наташины заботы сегодня продолжаем работать с чесноком прошло почти три недели видите как выглядит нас чеснок с побегов все питательные вещества перешли в головку и чеснок а вот такой вот высох то есть следующий этап нам нужно обрезать вот эту городу то есть сухие корни и укоротить стебелечек сантиметров на 15 оставить ну вот у меня здесь в ящичке это есть я уже делаю обрезаю оборотку можно секатором можно ножницами острыми и укорачиваю дальнейшее что я буду сделать чесноком это по несколько штучек его связывать и пока он вот в таком связанном виде вот такими вот связочками отправиться сушиться сарай куда-нибудь под навес чтобы проветривался и досыхал потом конечно же из этого чеснока я возьму как самые лучшие большие крупные головочки на семена посев чеснока мы будем начале октября делать я тоже видео сниму остальное будем кушать мы любим чеснок и чеснока у нас уходит много вот такие друзья дела огородные мои а как у вас проходят дела выкопали ли вы свой чесночок слушатели его ну вот я почистила чесночок обрезала его и отсортировала покрупнее которые у меня будет храниться в зиму и я на семена сюда возьму тоже есть такой вот сорт какой-то красненький в беленькие название не знаю сортов головка достаточно большая есть чуть-чуть помельче это пойдет первым делом на семейной на еду заготовки и совсем маленький также на еду пойдет вот так вот я буду связывать его покажу немножко как я вижу плиту чесночок нитку беру где-то метр завязываю петельку это вот будет первый чесночок имейте ввиду что потом подсохнет это ножка и она истончится и чеснок может выпасть из вашей вязанки поэтому еще узелочек завязываю теперь так же вот на каждой штучки каждом хвостики я завязываю такие же самые петельки и продеваю чеснок так теперь связываем два хвостика и делаем петельку так как у меня будет на гвоздичке висеть чесночок такая вот плетеночка хочу еще показать один вид как можно связывать чесночок значит нитку берем где-то метр на конце одну на одном конце завязываем петлю это для того чтобы нам потом на гвоздик повешать так и начинаем узелки завязывать но узелки завязываем не до конца а чтобы сюда продеть можно было чесночку и завязываем затягиваем а то же рядом такой же узелочек и то есть мы по всей длине нитки завязываем такие узелки вау 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 И вот смотрите, вот такая у нас вязаночка. Получается, будет висеть, тоже сушиться. Немножко осталось повязать. Повесила под навес свой чесночок сушить. Получились такие вот плетеночки. И кучками, и на ниточке длинненькие. Немножко осталось на еду. Это не очень крупный там и чесночок, меленький. Его в первую очередь мы будем кушать. Ну так вот. Будет здесь под навесом, пока тепло он сушится. Наверное, весь августа уже как выхолодает совсем на улице, так и занесем в дом. Вот, друзья, такое вам сегодня мое рабочее видео. Плетите, сушите свой чесночок. Всем всего хорошего. Ставьте классы. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok